Возрождать Спасскую женскую обитель в Ульяновске начали полтора года назад, а уже сегодня на территории монастыря закончено строительство Звонницы. В параллельном надвратном храме в честь симбирских новомучеников ведутся штукатурные работы. После храмовую часть здания отдадут под роспись иконописцам. Планируется, что в полном обличии Спасский женский монастырь, который закрыли в Симбирске в 1920 году, предстанет в марте следующего года. В одном из помещений храмового комплекса для прихожан откроют первую православную библиотеку. Пока все церковные службы проходят в храме Иверской иконы Божьей Матери, что на втором этаже Сестринского корпуса монастыря. Проверить ход работ решил глава региона Сергей Морозов. Во время осмотра строительной площадки губернатору доложили, что через несколько лет рядом с женским монастырем восстановят еще одно культурно-духовное сооружение. Храм во имя Спаса Нерукотворного. А основной где? Основной будет вот отсюда, и будет как площадка такая. А с той стороны будет вход в пещерный храм. Пока на месте будущего Спасского собора располагаются гаражи. Одни находятся в собственности Росгвардии, другие в управлении МВД. Процесс передачи земли и самих гаражных комплексов обсуждали после, на совещании в Игуменском корпусе. В течение месяца у нас будет подписан с Росгвардией договор безвозмездного пользования, и это по процедуре в дальнейшем, в течение следующего месяца переданы данные гаражи в федеральную собственность. Сергей Морозов отметил, что важно не только восстанавливать и строить объекты, но и создавать соответствующую инфраструктуру, чтобы подчеркнуть уникальность мемориальной зоны и современной среды центра города. Для нас крайне важно сейчас начать синхронизацию наших действий по благоустройству, по озеленению, по ландшафтной архитектуре, ну и в целом вообще по формированию комфортной, по-настоящему, такой вот городской, если хотите, такой православной среды. Речь идет не только об асфальтировании, новых тротуарах и освещении. Привести в достойное состояние необходимо максимальное количество социальных и коммерческих построек, которые находятся рядом с монастырским комплексом. Это фасадные внутренние части Дворца культуры Губернаторский, здания на улице Дворцова, а также территории возле первой гимназии. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Ульяновской правды. Ринат Алиулова, Новости Ульяновской правды.